Всех приветствую, дамы и господа, и это довольно неожиданный формат для моего канала, а именно книжные покупки, которые вы все так любите. В сообществе на ютубе я спросил у вас, хотите ли вы видеть формат данного видеоролика, и вы ответили, что да, а точнее 38 человек ответили, что да, и ноль, что нет. Поэтому победило большинство, победила демократия, и вот получаете, собственно, видеоролик. Я последний раз снимал 5 месяцев назад книжные покупки, и за это время скопилась уже немалая гора книг, разных авторов, разных произведений, есть тут и дорогие издания, ну, по моим финансовым возможностям, так сказать, да, есть тут и самые обычные, покетбуки, так что я думаю, будет интересно, возможно, вы найдете каких-то для себя новых авторов, новые произведения. Постараюсь вам коротко рассказать про каждую книгу. Почему коротко? Потому что по большинству данных книг я бы хотел сделать на самом деле обзоры, либо это была бы краткая рецензия, либо какой-нибудь большой глобальный ролик, поэтому тут я чисто так по поверхности пройдусь и расскажу вам о каждой книге. Если ты не подписан до сих пор на канал, подпишись, поставь, пожалуйста, лайк, и также, если ты хочешь поддержать мой канал финансово, вы прекрасно знаете, что у меня нет ни монетизации, ни рекламы, ничего такого, вы можете сделать это по ссылочке внизу в описании, если скинете мне буквально 10 рублей, это будет уже круто, я, возможно, куплю себе каких-нибудь новых книг. Буду вам очень благодарен и признателен. Давайте, без лишних слов, буду рассказывать вам о своих покупках. Сейчас мы переместимся в это прекрасное кресло и поехали. Итак, первая книга Стивен Кинг «Как писать книги». Как бы парадоксально это не звучало, но это книга о том, как писать книги. То есть это не роман, не какая-то повесть. Книга довольно-таки интересная и информативная с точки зрения именно как работать с текстом, как построить правильный сюжет, как вписать грамотно персонажей, как прописывать диалоги. То есть эта книга может быть полезна тем людям, кто начинают писать, либо же пишут уже какое-то продолжительное время. Здесь много разных советов. Я считаю, что Стивен Кинг вполне вправе рассказывать о том, как писать книги, потому что за его плечами сотни произведений, а то и больше. Он является действительно такой машиной, которая создает различные тексты, и к его мнению и советам стоит, несомненно, прислушаться. Что мне еще понравилось в данной книге, это не только то, что Кинг дает советы о том, как писать книги, но переплетает это все со своей автобиографией, который отсылается на какие-то моменты, когда он становился писателем, описывает какие-то писательские трудности, даже какие-то бытовые ситуации. То есть это не просто такие сухие советы, а действительно интересное чтиво, которое тебя поглощает непосредственно в сам литературный и писательский процесс. В общем, если вы начинаете писать, либо же уже пишете, советую вам ознакомиться с данной книгой Стивен Кинг, как писать книги. И, кстати, вдогонку вам еще могу посоветовать недавнюю книгу Чака Паланика, тоже о том, как писать книги. Я недавно ее начал читать в интернет-издательстве, через телефон. Там тоже много интересных довольно-таки советов. Рю Мураками «Война начинается за морем». Очень и очень коротенькая книга, тут всего лишь 174 страницы. По-моему, это даже не роман, а повесть. Может быть, я ошибаюсь. Мне нравится Рю Мураками. Этот автор, конечно же, не для всех по ряду причин, потому что у него много всяких подробных грязных описаний. Его можно, наверное, отнести к авторам, которые работают в жанре контркультуры, постмодернистской такой контркультуры. На самом деле я хочу сделать обзор по данной книге, потому что она очень противоречива, я вам так скажу. В Рю Мураками мне всегда нравилась вот эта какая-то восточная тематика. То есть это чисто восточный писатель, но с такими западными замашками. Его можно сравнить и сравнивают, хотя, мне кажется, это сравнение довольно пошлым и обобщенным с Чаком Палаником. То есть, действительно, люди часто говорят, что Рю Мураками это такой японский Чак Паланик. С этим можно отчасти согласиться, но все-таки я бы поспорил. Издание довольно-таки прикольное. Тут неплохое такое оформление, да, красная обложка, вызывающая. Сами же страницы, ну, самый обычный шрифт тоже самый обычный. Но что меня удивило, что эта книга стоила 27 злотых, ну, 27 польских злотых. Это в переводе на евро, наверное, где-то 6-7 евро, около того. И это достаточно дорого за такую книгу, при том, что тут всего лишь 174 страницы. Это я к чему? К тому, что Рю Мураками довольно дорогой автор, по крайней мере, на русском сегменте. Книга довольно абстрактная с точки зрения сюжета. Да, в ней очень много всяких мерзких, грязных деталей, как я и уже говорил. Ну, можете сами почитать, что написано на обложке данной книги сзади. Черви и свалки, пот и сперма, дождь и заводские трубы. И все описано с настоящей любовью. Вашингтон пост. Ну, отчасти это действительно так, но дело в том, что это новая книга Рю Мураками. Рю Мураками уже за 60. В таком возрасте писать данную литературу, это довольно-таки необычно. В общем, это пока все, что я могу сказать про данную книгу. Ждите, в общем, обзор. На нее обязательно будет обзор со временем. Вот этот самый автор, которого я не особенно хотел брать, но все-таки решил с ним ознакомиться, почитать и тоже потом, думаю, сделать на него обзор. Это Пауло Коэльо, Алхимика. Я вас также спрашиваю в Ютубе в своем сообществе, как вы относитесь к этому автору. И на самом деле мнения разделились 50 на 50. Я с Коэльо вообще не знаком. Я не читал его ни одну книгу, но в свое время был наслышан о том, что это довольно, скажем так, ванильный автор, который пишет мечтательные и в какой-то степени даже детские произведения о том, что ты все сможешь сделать, ты всего добьешься и так далее и тому подобное. Ничего не могу про него, к сожалению, сказать, потому что данную книгу я до сих пор не начал читать. Я все откладываю, 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 потому что в основном сейчас читаю именно то, что мне интересно, а к Коэлью я как-то еще не дошел. Но ролик я тоже сделаю по Коэлью, интересно мне будет с ним ознакомиться. Тем более книга не сильно большая, да, тут 200 с чем-то страниц всего лишь. В общем, почитаю, ознакомлюсь и обязательно сообщу вам, какова эта книга на вкус. Михаил Елизаров, библиотекарь. Про Елизарова я рассказывал в своем ролике про мерзкую литературу с точки зрения не написания самого текста или сюжета, а с точки зрения каких-то мерзких деталей, которые вызывают тошнотворные позывы. Тогда я говорил про «Ногти», а это произведение мне очень понравилось, зацепило. И на самом деле именно с повести «Ногти» я и начал свое знакомство с Михаилом Елизаровым. Кстати, если хотите посмотреть ролик про мерзкую литературу, будет тут где-то подсказочка, либо в описании найдете ссылочку, загляните обязательно. Сюжет повествует о том, что есть некий малоизвестный писатель Дмитрий Громов, и оказывается, что его книги обладают магической силой. То есть, если вы их прочитаете, вы приобретете какие-то там магические способности. И вокруг этих книг строится целый культ, создаются так называемые библиотеки, и люди гонятся за этими книгами. Я вам сейчас рассказал сюжет очень-очень кратко, потому что тоже буду делать обзор на данную книгу. В общем, Елизарова бы я поставил в ряд, наверное, одних из самых выдающихся русских писателей, современников. Его читают действительно увлекательно. Можно найти тут много разных необычных элементов с точки зрения текста. У него уникальные такие какие-то сравнения, метафоры. Ах, да, еще забыл упомянуть немного о сюжете. Хоть Елизаров, конечно, и говорит, что эта книга не затрагивает как бы тему Советского Союза, то есть написана не про сам СССР, но все-таки все равно нужно понимать, что отсылок на Советский Союз тут немало. И в частности, отсылок довольно-таки негативных. Сам же Елизаров говорит, что в те времена царствовала чуть ли не платоновская метафизика. В общем, я советую ознакомиться с данной книгой. Сам я хочу ее еще дочитать до конца, потому что я прочитал ее только на четверть. И не могу делать какие-то поспешные выводы, но именно то, что я прочитал, мне действительно зашло. В общем, Михаил Елизаров топчик. Саша Соколов. Школа для дураков. Кстати, мне очень нравится, что данный автор называет себя именно Саша, а не Александр. Это необычно. На эту книгу я наткнулся благодаря Лимонову. По-моему, я смотрел либо какое-то интервью, либо читал, вот уже точно не припомню. И он упоминал данную книгу, по-моему, не в самом благополучном, насколько я помню, контексте. Сюжет данной книги повествует о ученике такой-то. Да-да-да, именно так. И он страдает раздвоением личности, что меня на самом деле уже зацепило. Потому что я люблю такие сюжеты, где главные герои страдают какими-то психическими расстройствами. Либо у них все тяжело в жизни. Не знаю, мне кажется, это как-то толкает сюжет на более глубокие и философские размышления. В данной книге затрагиваются темы устройства общества, воинствующего атеизма. В частности, на то, как был устроен Советский Союз, на гонения, репрессии. В общем, на самом деле, данная книга дает какую-то пищу для ума. Я ее тоже еще до конца, к сожалению, не прочитал. Потому что на самом деле сейчас читаю много книг именно одновременно. Еще плюс к этому слушаю аудиокниги. Поэтому как-то еще не закончил данную книгу читать. Но думаю, в скором времени я ее дочитаю. Тоже вам более подробно о ней расскажу. Издание самое обычное, как вы видите. Это Азбука классика. На самом деле, я очень люблю данную линию книг. Потому что, во-первых, они недорогие. И, во-вторых, они опубликовали много малоизвестных авторов. В какой-то степени даже забытых. И сделали доступными для широкого читателя. Так что Азбука классика. Большой респект вам за то, что открываете много классных авторов. Ну и в частности, даже тех же самых классиков. И данные книги очень доступны для каждого вообще человека. Луи Фердинанд, Селин, путешествия на край ночи. Это настоящий толстячок. Тут 479 страниц отборнейшего текста. Я очень люблю этот роман. И вообще Селина. Как я уже ранее упоминал, Селин был любимчиком Чарльза Буковски. Одного из моих самых любимых писателей. Сюжет заключается в том, что в начале главный герой, альтер-эго Селина, отправляется воевать на фронт без какой-то особенной причины. В частности, это происходит во время разговора с его товарищем. Главный герой говорит своему другу, вот смотри, ты такой патриот, болеешь за свою страну, но даже не можешь пойти на фронт, чтобы защитить свою страну. И он просто в какой-то момент берет и записывается в армию, идет воевать. Потом он отправляется в африканскую колонию, где вечная жара, антисанитария. Вот в этот момент, когда ты читаешь книгу, прям действительно сам покрываешься потом и ощущаешь эту жару, грязь, летающих мух, не знаю, всяких там насекомых, которые по тебе ползают. Потому что язык очень и очень живой. Естественно, сюжет крутится не только в африканской колонии. Потом Селин приезжает во Францию, работает доктором. В общем, это своего рода такая автобиография, автофикшн. Читается очень пронзительно, язык живой, цепляет тебя каждой строчкой. Советую вам ознакомиться с Селином. Довольно-таки это злой писатель с точки зрения каких-то своих рассуждений. В слово злой я вкладываю понятие то, что Селин просто видит мир по-своему и находит в нем не только какие-то светлые моменты, но и замечает, естественно, человеческую похоть, человеческий разврат. Но все это обосновано. Селин действительно такой интеллектуал, самый настоящий. И мне нравится обложка данной книги. Это, по-моему, эксклюзивная классика. Да, зацените, обложка довольно-таки крутая. Блин, не знаю, чья это картина тут изображена, но выглядит цепляюще. Надо будет погуглить, узнать, чья это картина. Кстати, если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ах, да, забыл упомянуть. Данную книгу я не покупал. Мне прислал ее мой хороший друг Данил. Так что, Данил, большой тебе респект за Селина. Я его искал очень-очень давно. К моему удивлению, хоть это и французский классик, но путешествие на край ночь сложно купить, нигде нет. И следующая книга, которую я вам хочу показать, ее, кстати, тоже прислал Данил. Это Егор Летов, его сборник стихов. Музыку Егора Летова я очень люблю, несмотря на то, что многие считают ее слишком грязной с точки зрения перегруженных гитар, рифов. Ну, ребят, это панк, и это тем более сибирский панк. В данной книге собраны все стихотворения Егора Летова, включая, конечно же, и тексты песен, начиная с 1983 года и заканчивая аж 2007 годом. Если вы являетесь фанатом Егора Летова или же просто вам нравится его творчество, данная книга вам очень бы зашла в коллекцию. Ну, потому что тут действительно собраны все-все-все его тексты. И, кстати, зацените саму обложку данного издания. Довольно интересный тут абстрактный такой рисунок. Ну, а само же издание выполнено в более таком минималистическом стиле. В общем, мне очень и очень нравится. Иногда открываю данную книгу и перечитываю некоторые стихотворения Егора Летова. Все-таки Летов жив в наших сердцах. Дальше у меня три книги Ирвина Уэлша. Первая под названием «Кошмары Аиста Марабу», потом «Эйсит хаос» и «Сексуальная жизнь сиамских близнецов». Я часто упоминаю данного автора и мне очень нравится то, что в последнее время он стал максимально популяризирован. Ну, максимально – это очень громкое слово, конечно, но его книги стали очень часто издавать, по крайней мере, в русском сегменте. И это меня действительно радует, потому что я считаю Уэлша одним из самых сильных тоже современных писателей. Пишет он в жанре постмодернизм, да, такая контркультура. Опять же, про книгу «Кошмары Аиста Марабу», если вы хотите, можете посмотреть ролик про контркультуру. Там я немного рассказываю про особенности данного текста, ну и вообще про контркультуру в целом. Ссылочка будет внизу в описании, либо тут подсказочка, опять же, выскочит. «Сексуальная жизнь сиамских близнецов» Этот роман я еще не начал читать, тоже он у меня в планах. Скорее всего, начну, может быть, на следующей неделе читать, как закончу с другими произведениями. И книжечка «Aced House» – это сборник рассказов офигенной. Я этот сборник перечитывал, наверное, раза три. Первый раз я познакомился с этой книгой в году 2016, если мне не изменяет память. На удивление, я ее тогда достал в местной библиотеке, еще в оранжевом издании, в издании «Альтернатива». Это сборник рассказов, малой прозы. Тут есть несколько повестей, читается увлекательно. Сравнил бы я это с просмотром какого-нибудь кино или какого-нибудь сериальчика. И не зря. По произведениям Ирвена Уэллша снято несколько фильмов. Это «На игле-1», «На игле-2» и «Грязь». В общем, данные книги воспринимаются не только как такая некая художественная контркультурная литература, но и также как уже готовый и классный сценарий. В общем, я вам советую. И я хотел бы обратить больше внимания на вот эти две книги с точки зрения выполненной работы, потому что качество данных книг действительно очень грамотное. Обложки твердые, рисунок тоже такой необычный, яркий и подходит под тематику книг. Сама обложка такая выпуклая, странички тоже плотные, текст хорошо пропечатан. Стоила каждая книга такая вроде по 10 евро. Ну и скажу честно, она стоит своих денег. Если вы хотите почитать чего-то такого задористого, бойкого, ну вот Ирвен Уэлш вам по-любому подойдет. И опять же, если вы хотите ознакомиться более детально, посмотрите обзор про контр-культуру, где я рассказываю про весь жанр вообще. И в частности, там будет Ирвен Уэлш. Маленькая книжечка Габриэля Маркеса. Кстати, недавно у меня вышел ролик по Маркесу, по книге «Сто лет одиночества». Также можете с ним ознакомиться. Данную книгу я взял по нескольким причинам. Первая причина – это то, что данное произведение «Полковнику никто не пишет» является ранним творчеством Габриэля Маркеса, где он еще не нащупал свой фирменный стиль вот этого магического реализма. Поэтому данная книга не столь сказочно, да, возможно, и делает больше уклона на какие-то действительно реальные события и реальные действия. Другая же причина, почему я взял эту книгу, потому что она короткая. Тут 126 страниц, по-моему, повесть. Я в последнее время просто тяготею ее к более каким-то коротким формам в литературе. Все-таки не зря говорил Чехов, что... Все-таки не зря Чехов говорил, что краткость – это сестра таланта. И мне кажется, что в такой вот лаконичной форме даже на самом деле можно сказать больше, чем в каких-то глобальных произведениях. Ну и также это, признаться честно, экономия моего времени. То есть прочитать какую-то короткую книгу бывает, ну согласитесь, намного удобнее, чем читать большое-большое произведение. Хотя, конечно же, я обожаю большие произведения тоже. И вот оно, кстати. Бред Истон Элис. Книга по названиям Гламорама. Во-первых, хочу обратить внимание на саму обложку, на само издание. Выглядит оно действительно потрясно. Дизайн для данной книги делал Чип Кит. Это один из самых, наверное, известных мировых дизайнеров книг. Истона Элиса вы можете знать, допустим, по книге «Американский психопат», который тоже экранизировали. Я люблю и книгу, и фильм. Действительно, потрясный. Несмотря, опять же, на обилие какого-то насилия, книги изобилуют действительно смысл, и все такие моменты, они оправданы. Ну, а роман Гламорама, этот пузатик, который насчитывает тоже порядком 600 страниц, повествует нам о современных звездах, о гламуре. Все это описывается, естественно, в жанре сатира. То есть, Истон Элис высмеивает и современных звезд, и киноиндустрию, и весь гламур, и, что самое главное, культ потребительства. Все это действительно увлекательно читать, особенно, если вы питаете какие-то, ну, не самые светлые чувства по отношению к тому, что происходит сегодня в каком-нибудь там шоу-бизнесе, либо же в каком-нибудь арте. В общем, в современной шоу-индустрии, так сказать. Опять же, сейчас популярен ТикТок и так далее, и тому подобное, и поэтому данная книга как нельзя кстати, будет очень и очень полезна в данное время. Чтобы вообще даже разобраться то, как работает сегодняшний контент индустрия, Истон Элис все это описывает, несмотря на то, что, как бы, книга далеко-далеко не новая. Обязательно тоже сделаю обзор на данную книгу, как только ее дочитаю. Сами понимаете, такой пузатик займет какое-то время для чтения. Следующий у нас идет Курт Ванегуд. Две его книги. Первая это Завтрак для чемпионов и вторая Механическая пианино. Завтрак для чемпионов я уже читал несколько раз. Мне нравится данный роман, он наполнен тоже сатирой. У него забавный стиль повествования, потому что складывается такое впечатление, как будто сам автор рассказывает читателю о таких обычных вещах с точки зрения, как будто читатель с некой какой-то другой планеты. Поэтому при прочтении складывается какое-то чувство неловкого абсурда, но довольно-таки увлекательного. Также в книге есть иллюстрации самых обычных как раз вещей типа часов, шляпы, револьвера. Сам же Ванни Гуд оценил свою книгу, а он всегда это практически делал, оценивал свои книги на 3 балла из 5. Я бы наверное с ним не согласился, поставил бы 4, по крайней мере. В общем книга довольно увлекательная. Механическое пианино я еще к сожалению не начал читать, пока не могу найти времени, но обязательно тоже хочу сделать обзор на данную книгу. Дело в том, что данную книгу я вообще купил по совету одного из своих подписчиков Федор Ильин, надеюсь я правильно прояснился твою фамилию, он просил сделать обзор на данную книгу и очень-очень еще давно и причем пару раз по-моему. Кстати, Федор, если ты смотришь данный видеоролик, обязательно будет обзор на данную книгу и на Ванни Гу то вообще дойду, дойду обязательно, так что все со временем. Кстати, дорогие друзья, я всегда читаю ваши комментарии, я всегда прислушиваюсь к вашим советам, к каким-то замечаниям, так что если вы хотите видеть обзор на какую-то книгу, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии, чтобы я это знал. Всегда жду вашего фидбэка, так что давайте общаться в комментариях и держать друг с другом связь. Итак, дамы и господа, уже практически подходим к концу, следующая книга Борис Виан Пена Днезия, тоже самое обычное издание, азбука, классика, кстати, обложка мне тут вообще не нравится, какая-то она слишком, слишком ванильно-романтичная, что ли, но да ладно. Чем меня зацепила данная книга? Дело в том, что автор Борис Виан тут высмеивает моду на экзистенциализм, которая была в 1940-го года и по 1960-й вроде, если мне опять же не изменяет память, и тут появляется второстепенный персонаж, такая некая аллюзия на Жанна Поля Сартра, которым я раньше очень увлекался, перечитывал «Тошноту» много раз, другие его тоже произведения, в общем, данная книга меня именно этим зацепила, поэтому я данную книгу и приобрел, чтобы посмотреть на взгляд данного автора на Сартра. Но, насколько я знаю, сам Сартр очень позитивно отозвался о данной книге и даже до ее выхода написал какую-то маленькую колонку в газете, так что Сарту тоже большой респект за то, что была у него какая-то самая ирония. Опять же, как прочитаю эту книгу до конца, скорее всего, сделаю на нее обзор, потому что она, опять же, высмеивает экзистенциализм и мне кажется это довольно необычным, тем более это тоже такая сатира, а сатиру я очень люблю. Последняя книга Юваль Ной Харари «Краткая история человечества». Данную книгу я читал очень долго на самом деле и старался читать ее вкрадчиво, вдумчиво, ну, потому что это научпоп. Харари написал три таких книги, да, то есть первая вот эта «Краткая история человечества», потом вторая «Хамадеус» и третья «21 урок для 21 века». На самом деле я к научно-популярной литературе относился довольно-таки скептически, но мне друг ее посоветовал, я решил ее почитать и остался полностью доволен. Во-первых, тут несложный язык, написана она довольно просто, то есть тут нет каких-то особо сложных научных терминов на латинице, которые вы будете читать и думать, типа, ой, боже, что я прочитал, написана действительно простым языком, кстати, об этой книге я упоминал, по-моему, и в подкасте и еще в каком-то из роликов, по ней я тоже хочу сделать обзор, но вот на самом деле я не знаю, как это сделать с точки зрения самого рассказа, потому что про научно-популярную литературу мне сложно говорить, потому что я привык вам рассказывать о художественной литературе, это все-таки немного другое, но я думаю, как-то со временем сложу в голове у себя всю вот эту целостную картинку и расскажу вам про данную книгу, потому что нас отрагивает не только науку именно в таком глобальном смысле, но и всякие исторические факты, то есть она не зря называется краткая история человечества, потому что в ней описывается все от самого начала, так сказать, от большого взрыва, понятное дело, что вы можете не верить в большой взрыв, вы можете верить в что-то другое, я никого ни к чему не призываю, не говорю, что это истина, я как бы сам с одной точки зрения сомневаюсь, с другой точки зрения, думаю, возможно и было, да, истину мы не знаем и как бы живем для того, чтобы найти эту самую истину и найдем ее только в момент смерти, потому что в смерти и есть скрыта эта тайна, эта истина, но, опять же, чуть-чуть я отвлекся, увлекательно просто узнать какую-то другую точку зрения, допустим, даже если вы духовный, религиозный человек, все равно будет полезно вам почитать, чтобы узнать мнение, так сказать, оппонента, помимо каких-то научных терминов, научных фактов, тут много социологии и психологии, так что, если вы увлекаетесь также и этими сферами, эта книга будет вам полезна, само издание действительно очень крутое, тут глянцевые такие страницы, твердая обложка, цветные иллюстрации, цветные фотографии, в общем, здорово, 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 что я тут могу сказать, на самом деле, опять же, кроме той же самой вышеперечисленной социологии, психологии, тут, например, описаны такие темы, как глобализация, а вы все знаете, что глобализация сейчас проходит, ну, наверное, самым масштабно из всей истории, да, человечества, глобализация везде, описаны даже, как появились деньги, как они работают, да, и нам кажется, что это довольно-таки обыденная вещь, деньги, да, но мало кто задумывается о том, как они вообще появились, в общем, интересно, круто, вам советую, и я надеюсь, что в конечном итоге я смогу написать как-то сценарий, да, и рассказать вам про данную книгу, потому что она, если не взрывает мозг, то дает немалую пищу для ума. на этом у меня все, дорогие друзья, большое спасибо вам за просмотр данного видеоролика, книжные покупки в следующий раз будут, наверное, ну, через месяцев, пять, через полгода, все-таки на постоянной основе я не хочу делать такие ролики, потому что они мне кажутся малоинформативными, так что ожидайте следующий ролик, следующий обзор на хорошую литературу, я его уже начинаю готовить, скорее всего, будет на следующей неделе, там плюс-минус, в общем, большое спасибо вам за просмотр, дамы и господа, и до новых встреч, пока-пока.